так доброе утро дорогие друзья извиняюсь за опоздание виде на 5 минут и прямо поздал очень много хорошо техничные сложности бывают техничные сложности и вообще вся жизнь состоит из технических сложностей вся жизнь человека она состоит из постоянных технических сложностей которые возникают у него в голове кстати интересно что главные технические сложности они возникают в голове у человека в когда не совпадает желаемое и действительно вот это главное и основная сложность которая вызывает все внутренние конфликты страдания и так далее когда желаемое не совпадает с действительным и а это случается постоянно то есть постоянно случается что человек сотни раз в день жизнь она идет не так как он от нее хочет люди действуют не так как мы от них ждем погода птицы настроение даже внутреннее состояние чек в себя себя не может чека на себя положиться представляете подстава да какая думаешь утром да вот я вечером рано лягу завтра утром рано встану сделаю зарядку буду заниматься вообще все отлично я чтобы я еще там разгневался не 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 все подстава вечером лег поздно утром встал поздно зарядку не сделал и сидишь грустишь вместо того чтобы радоваться на кого положиться можно тогда да это же вообще удивительная вещь теперь мы изучаем мы изучаем сейчас притчи царя сломона мы изучаем притчи царя сломона в которых он объясняет как все работает то есть он был пророк он с богом был в очень близких отношениях и он богу мог задать вопрос как все работает как все работает почему оно все так и бог ему отвечал а он нам передавал а мы сейчас читаем и стараемся тоже понять двадцать пятый отрывок двадцать девятой главы говорит нам царь соломон хэрдат адам и тэн мокэш он говорит тревога человека она создает ему препятствие даже хэрдат это не вот у меня переведено страх это не страх тревога 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 человека делает ему препятствие хэрдат адам и тэн мокэш у ботэх башем и сугав а тот кто полагается на бога тот кто уверен в боге до ботэх это уверен в боге тот и сугав тот будет под защитой будет он прямо спасен до спасен из любой ситуации будет под защитой как это работает давайте посмотрим значит вот человек мы уже разобрались с самого начала что человек даже на себя полагаться не может да то есть он себе ставит какие-то задачи устанавливает себе правила поведения себе внутри по своему желанию пишет планы на 21 год на неделю и так далее и сам он не может выполнить даже то что он хочет это это вот уровень управления человеком миром насколько человек не может управлять в реальностью если он даже собой не может управлять теперь значит дальше у человека есть ожидания как должна складываться его жизни то есть он не только от себя ожидает завтра утром рано встать он ожидает что у него в жизни в ближайшие месяцы и годы все должно быть почему-то хорошо он почему-то так хочет чтобы не болеть не терять деньги порадоваться чтобы с близкими было все хорошо то есть у человека есть ожидание чтобы вот все было хорошо как хорошо так как он хочет каждый человек устанавливает свое хорошо как ему кажется правильным и как ему кажется хорошо дальше человек оглядывается назад вот он утром планировал встать 6 а встал 8 и он такой думает о почти интересно 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 если я даже запланированное на сегодня сам для себя не могу сделать как же я там могу получить то что я хочу в там через месяц через год через 10 лет и человек задумывается и его накрывает тревога особенно если он посмотрел новости в которых сидят очень тревожные люди специально обученные тревожные люди которые пишут новости которые вызывают максимальную тревогу то есть если вы посмотрите структуру заголовков новостей то человек инстинктивно так как у него есть инстинкт самосохранения человек реагирует на потенциальную опасность намного более ярко чем он реагирует на какие-то на какие-то простые вещи получается что вот я например последнее видео я сделал в ютюбе называется но вред и польза раннего вставания вред и польза получается что это видео смотрят там 15-20 тысяч человек в день а видео которое называется польза раннего вставания смотрит в 10 раз меньше почему людей пугает вред вред какой же вред что же может быть какой страх то есть люди тревожные потому что они боятся что их будущее которое они себе запланировали не сбудется к чему это приводит человек так устроен что когда есть какая-то угроза жизни настоящая или выдуманная то есть выдуманная она ничем не отличается от настоящей потому что когда человек видит настоящую угрозу вот лево видео до понятное дело страшно лев может на тебя напасть но он же может и не напасть то есть может напасть может не напасть по настроению льва и по его состоянию сытости теперь а когда человек думает что с ним может быть завтра заболеет он не заболеет какой будет там я не знаю кризис экономика и так далее это как лев может да может нет смотря в каком состоянии в каком настроении но когда человек боится то есть что такое страх страх это реакция эмоциональной сферы энергетическая реакция на что-то что может лишить тебя жизни то есть инстинкт и человек от страха он или парализуется то есть есть такие животные которые от страха парализуются они вот так вот видят что-то страшно и не двигается чтобы они заметили есть такие животные которые инстинктивно от страха начинают убегать то есть чуть страшно убежал есть другие животные которые когда им страшно они нападают прям прыгают на тебя и нападают даже кошки теперь когда человеку страшно у него включается одна из этих трех реакций или все три сразу или он парализуется или он убегает или он нападает но в любом случае он не думает у него в этот момент центр его мышления переходит куда на инстинктивную часть и человек в эмоциях он просто говорит нам царь соломон три тысячи лет назад тревога человека создает ему препятствия он перестает рационально думать тот кто боится он от этого ничего не выигрывает он тупеет он глупеет он болеет у него вырабатывается кортизол там разные гормоны которые разрушают его иммунную систему и он начинает болеть говорит царь соломон тревога человека создает ему препятствия у бутэх башем спасется от тот кто уверен в боди спасется что такое уверен в боди давайте разберемся что такое состояние уверен в боди на вот если вы возьмете 100 долларов до бумажку там написано in god with trust в боди мы уверены в боди мы уверены написано на долларах in god with trust что такое trust что такое мы уверены значит человек который верит в бога до создателя мироздания который всем управляет у него модель мира какая он говорит секундочку я жив я жил я жив я буду жить как ленин только я духовное существо я душа моя душа зашла в этот мир в и она попала в этот сперматозоид и яйцеклетку моя душа развилась в этот биоскафандр который бегает по миру пытаясь больше съесть больше выпить а потом это все выбегать чтобы еще быть худым и красивым этот биоскафандр потом этот биоскафандр разрушается и моя душа уходит дальше теперь тот кто уверен в боди он уверен что с богом у него хорошие отношения что его душа с богом одно целое и он уверен что он в жизни не нарушал заповеди бога и создавал себе духовной одежды когда человек делает добро когда он выполняет божественные заповеди учит тор-у и так далее то у него о он создает себе как духовное тело то есть есть материальное тело чтобы его укреплять надо качаться надо заниматься спортом так или там его надо база и красить массированного там с ним надо делать разные манипуляции чтобы физическое тело было в хорошем состоянии духовное тело с ним тоже надо делать манипуляции но что это за манипуляции это это духовные действия то есть это заповеди добрые дела это молитва благодарность богу например мусульмане 5 раз день молятся на вас да отлично это же работа это духовная работа евреи молятся три раза в день идешь синагогу хочешь не хочешь это духовная работа и ты духовная работа как спортивная работа создает создает силу для тела также духовная работа создает силу для души и ты создаешь себе духовное тело которое потом оно оно живет дальше это то что сказал царь салмон хердат адам тревога человека создает ему препятствия человек который надеется только на свои силы за что ну на что он может надеяться как он может быть уверен в завтрашнем дне если он сегодня не смог встать во сколько он запланировал и вечером он не ляжет во сколько он запланировал лечь если он не может себя заставить пойти в спортзал куда на что он может надеяться если он надеется только на свои силы человек который надеется на всесильного бога который дает всему мирозданию жизнь он уверен он будет вашем да бог дал бог взял богу в нужный момент он но мы все уйдем из этого мира то есть все и такой человек спокойный становится понятно 26 отрывок объясняет 25 25 я вам сейчас расскажу историю истории как раз недавно мы учили эту недельную главу объясняет он 25 отрывок 26 в 26 отрывке говорит нам царь салмон следующую вещь рабим мивакшим пней мошель многие просят просят как бы пней мошель властитель и они ищут благосклонности властителя многие люди ищут благосклонности властителя а у машем мишпат ишь но он говорит но от бога суд человека что как это работает но понятное дело что когда смотрели в россии например откуда из какого института вышла из какого учебного заведения вышло больше всего миллиардера в россии знаете из секции дзюдо ленинградской секции дзюдо где занимался владимир владимирович путин и оттуда вышло больше всего миллиардера в россии потому что они его друзья то есть это понятно что на протяжении всей истории человечества люди старались понравится властителю потому что от властителя зависело будет у тебя жизнь не будет у тебя жизнь будут у тебя деньги не то есть люди думают что их судьба в руках у властителя поэтому многие пишет многие пишет царь соломон они добиваются благосклонности правителя у меня ше мишпат ишь но от бога от бога судьба человека мишпат это как суды человека то что с ним происходит значит рассказываю историю дело было так в вторе рассказывается история о 12 сыновей якова 12 сыновей якова про отца якова и они одного брата думали что он хочет у них забрать все и они его по суду решили убить и продали потом в рабство продали они его в рабство он безвинный он кстати вот тут тоже насколько мы не видим не видим реальности потому что человек живет в такой иллюзии ему кажется что он понимает другого человека ему кажется что он его поступки понимает то есть каждый человек выдумывает себе свой сериал и живет в этом сериале и вот братья выдумали что йосеф хочет их убить йосеф в это время думал что он делает только добро братьям и он их абсолютно не боялся в общем его отправили его отправили в египет в рабство сидит он в рабстве там его потом полже еще по одному обвинению его посадили в тюрьму и он сидит в тюрьме вообще ни за что невинный человек праведник сидит в тюрьме ничего плохого не делал и он полагается на бога написано что он все время говорил слава богу с божьей помощью то есть он полагался что бог лучше знает что что для него лучше и он был всегда веселый и полагался на бога теперь сидят в в тюрьме в этой сидят два министра которых фараон бросил в тюрьму фараон был такой крутой как сталин был знаете такой вот он что-то не так сразу расстрелять и было у него два один был виночерпи который ему наливал вино а второй который отвечал за то чтобы ему приносили хлебобулочные изделия и ему в один день попалась в вине ему попался муха а в хлебобулочном изделии попался камень и он говорит вот этих двух которые отвечают у меня один за хлебопекарню а второй за вино в тюрьму я решу что с ними делать и сидят эти два министра сидят как сейчас есть в россии сколько сидит сейчас министров сидит разных там вообще людей которые были раньше на самой верхушке власти сейчас они сидят в тюрьме начиная от губернатора который был в ну там какой-то сейчас губернатор сидит заканчивая заканчивая ходорковский отсидел 10 лет был самый богатый человек россии то есть вот так вот жизнь вот так вот она крутит да когда ты рядом с царем ты не знаешь что будет в общем они сидят ждут суда и ждут они сюда не знают что делать им снится сон и они сидят такие у них написано что они очень в тревоге они были они были очень большой тревоге и и айосов тут заходит он такой всегда слава богу с божьей помощью он был праведник и пророк они ему говорят слушай а и он их спрашивает а чего вы такие вот кислые сидите они ему говорят ты что не понимаешь вообще что нас сейчас жизнь или смерть сейчас фараон будет решать или нас убьют или нет иосиф говорит все от бога судьба человека в руках бога не фараон решает бог решает они говорят ладно тогда расшифруй нам сны рассказывают они каждый свой сон сны примерно одинаковые три там число три присутствуют птицы виноград булочки там и так похожие сны иосиф говорит министру этому который по хлебобулочным изделиям тебя через три дня казнят тебя через три дня фараон вернет во дворец и ты опять будешь у него в самых близких значит расшифровал и так и случилось через три дня министра виночерпия выводят к царю к фараону а этого казнят иосиф ему говорит вот этому виночерпию вспомни меня вспомни я же тебе помог я же те расшифровал эти всегда помогал вытащи меня я здесь сижу без вины вообще без вины тот говорит ладно до свидания два года он про него не вспоминал пока фараону не приснился сон и тогда никто не мог расшифровать сон и тогда вспомнил виночерпий а я сидел в тюрьме с одним евреем он значит знает как расшифровывать сны и иосифа вытаскивают прямо из из тюрьмы он расшифровывается он ай фараон ему говорит я знаю что ты умеешь расшифровывать сны а а иосиф ему говорит нет говорит все от бога я только передачи все от бога расшифровки от бога сны от бога судьба от бога все от бога и фараон говорит ладно расскажи рассказал ему сон иосиф расшифровал и иосиф стал знаете кем премьер министром египта спас весь египет от голода все значит то нам говорит царь салмон первое не тревожьтесь не тревожьтесь всё от бога не тревожьтесь все от бога и человек когда тревожится это же ему создает препятствие это ему никак не помогает а тот кто полагается на бога будет спасен дальше многие думают что их судьба зависит от властителя он говорить не так от бога судьба человека поэтому человек который верит в то что все будет с ним хорошо он этим создает предпосылки что все будет хорошо чек Те, которые выполняют приказы, задания Бога, заповеди, как вы их знаете, так и выполняете. То есть, главное знать, что вот Бог сказал, это делай, я делаю. И тогда у вас с Богом возникают отношения, не с царем, не с начальником, не с друзьями, а с Богом. То есть, когда вы выполняете задание Бога, вы с Богом соединяетесь. Все, вот это вот то, что нам хотел передать царь Соломон в 25-26 отрывке 29 главы. Осталось у нас завтра 27-й отрывок, мы закончим 29-ю главу. И останется только 30-я и 31-я глава. Если вы хотите, если вы хотите почитать предыдущие уроки, которые были, значит, этот сайт называется Ваикра. Ваикра. Все, удачи, успехов всем. Так вот, спрашивает как раз Ник, не понял. Я с Богом хочу отношения устанавливать. Бог сказал слушаться Его, изучать Тору, обучать Торе. Я выполняю заповедь Всевышнего, заповеди Бога. Вот это мой единственный мотив, почему я изучаю Тору, обучаю Торе, выполняю заповеди, делаю добрые дела. Потому что я знаю конкретно, что не властители решают, а Бог. И я с Богом хочу быть в хороших отношениях. То есть я Бога люблю, а выполнение заповеди «Люби Бога» подразумевает рассказывать о Боге другим людям. Приближать других людей к Богу. Все. Удачи, успехов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok